Но, к счастью, мне и моим коллегам повезло быть два раза на Южном Эмале, где так же, как и у Зимова, но с значительно меньшим размахом, привезли горно-ходытинский заказник, это Южный Эмал, овцы-быков из Таймыра. Надо сказать, что у овцы-быков был галактический полностью ареал, потом они сохранились только на севере Северной Америки. Американцы лет 20 назад, а может и раньше, подарили на Таймыр, там на Таймыре они размножились, стали успешно жить. И вот в 1997 году стаймыры их привезли в горно-ходытинский заказник. Мы там были два раза с небольшим перерывом. Но когда мы приехали в первый раз, они уже пять или семь лет существовали в таком большом огороженном, называли кораль, эту территорию, их подкармливали, но в основном они паслись самостоятельно, их подкармливали в основном зимой. Когда мы второй раз приехали, и мы, значит, описывали тоже эту тундру, но надо сказать, это не была такая абсолютная тундра, чтобы там только были кустарнички, там черника, брусника, голубика, много было зелёных мхов, но были разные злаки и так далее. Но были и другие цветковые растения, такие довольно прижаты и хило себя чувствуют. После того, как эти товарищи очень хорошо удобрили эту территорию на том месте, где они особенно любили стоять, потом их перемещали, чтобы они не вытаптывали до конца, вот мы увидели такие красочные сообщества. Вы представляете, за 5-7 лет вот эта тундра, мы сами своими глазами увидели, это тундра, которая в основном стояла из таких влажных мест, где очень много было вечно зелёных кустарничков, импетрум, водяника, голубика, черника, брусника и зелёные мхи, и очень немного злаков. Пожалуйста, хедизаром альпином. И это бобовое, шикарное, невероятно вкусное, я думаю. И же просто было фантастикой. Не поверить после этого зимовскому эксперименту было невозможно.